Ангелина с раннего детства была активной девочкой. Спорт ее привела бабушка. Маленькой девочке большой талант разглядела Наталья Николаевна из школы. Сейчас она является личным тренером спортсменки и выезжает с Ангелиной на все соревнования. Статус олимпийского призера сопровождается жестким графиком. К тому же в этом году 17-летняя девушка закончила школу. Но несмотря на обстоятельства, спортсменка уже привыкла к трудностям. Двухразовые тренировки, график. Ну, бывает, конечно, тяжеловато, потому что между тренировками иногда бывает маленький перерыв, когда очень упорная подготовка. А когда свободный режим, как бы все спокойно, привыкли, нет проблем, даже, можно сказать, не устаем. Ангелина начала спортивную карьеру с 11 лет. До своего олимпийского серебра воронежская гимнастка добилась немалых успехов. В 2014 году Мельникова стала четырехкратной чемпионкой России и трехкратной чемпионкой Европы среди юниорок. Пока самым большим достижением Ангелины стало второе место на Олимпийских играх в командных состязаниях. До следующей Олимпиады всего два года, к которым она может подойти в статусе главной звезды российской сборной. Спортсменка также считает, что у нашей команды, да и воронежской школы в частности, есть все возможности для того, чтобы воспитать новых талантов. На самом деле, воронежская школа гимнастики очень сильная и много чемпионов отсюда выросли. Но на самом деле, я как-то не особо смотрю на маленьких, потому что мы тренируемся в разных залах. И так не могу сказать. Но могу сказать, что школа у нас очень сильная и чемпионы еще будут. Однако успехов гимнасты добиваются скорее не благодаря, а вопреки. Детям сегодня непросто пробиться. Спортивные секции платные. Например, в школе имени Штукмана месячная стоимость занятий составляет полторы тысячи рублей. К тому же сегодня большую часть своего времени воронежские профессиональные спортсмены тренируются в других городах. Проблема в основном то, что очень маленький зал и мало места. Детей много, условий нет. И не каждый может прийти и заниматься любительски, потому что нет места. Если бы, конечно же, построили зал какой-нибудь для любителей просто и отдельно для профессиональных, то было бы намного лучше. Кроме того, российским спортсменам строят козни на международной арене. Из-за домикого скандала наших атлетов проверяют намного чаще, нежели коллег из других стран. А спортивных гимнастов в особенности. Нас проверяют, я честно говоря, не знаю, рандомно как-то на соревнованиях бывает, могут просто приехать. Ладно, за последний месяц сколько раз попадали? Нисколько. В этом плане Ангелине пока везет. Но нужно отметить, что в списках запрещенных препаратов фигурируют некоторые болеутоляющие лекарства. А поскольку спорт является очень травмоопасным, то без подобных препаратов атлет вынужден работать ради успеха через боль. Но, как говорит Ангелина, это является неотъявлемой частью ее работы. В физическом плане, наверное, у каждой девочки что-то болит. То есть, постоянно что-то болит. Нет такого, не бывает. Очень-очень редко, что у тебя ничего не болит. А в моральном, я не знаю. Ну, кому как повезло, наверное. Кто-то сильный, кто-то послабее. То есть, профессиональные спортсмены, они в принципе все на травму. Да, я думаю, что во всех видах спорта так. Помимо гимнастики, Ангелину привлекает творчество. А если быть точнее, дизайнерское искусство. Я любила рисовать в детстве очень сильно. Да и сейчас люблю именно одежду. Я люблю модничать там иногда, поэтому... А, то есть ты можешь сама себе разработать дизайн костюма на свои следующие соревнования. Да, я могу даже сама придумать в голове себе какой-нибудь наряд и потом ходить искать его по магазинам, а его нет. После окончания спортивной карьеры она планирует получить высшее образование и создать собственную линию дизайнерской одежды. Сейчас пока это невозможно, поскольку даже на личную жизнь времени не остается. Василий Захаржевский, Алексей Безугов, 41 канал.